Мы задали вопрос, что один человек молился у стены плача, и видит, что возле него недалеко один богатый человек тоже молится. И этот богатый человек вот так вот молится, молится, взял деньги, поставил в щели этой стены плача, вот так сделал и ушел. Потом другой человек, он видит, что этот богатый день поставил в стену плача. Он говорит, может быть, он сказал, бог дай кому хочешь деньги, главное исполни мою мечту, он говорит, я нуждаюсь в этих деньгах, я заберу. И он взял эти деньги, домой пришел, посчитал, сколько денег там? 800 долларов. Он говорит жене, вот бог нам дал деньги, вот возьми, сделай покупки, купи тебе платье. А она говорит, я эти деньги не буду трогать, это воровство, ты должен пойти и обратно деньги эти вернуть. Что он должен сделать? Он должен послушать жену и сказать, давай деньги, и сказать до свидания. Что он должен сделать? Имеется в виду не до свидания, а разберемся. Теперь, когда этот человек богатый поставил деньги в стену плача, что он имел в виду сделать? Урай кавнату айта лагдиши такеса лявинян бейтамикдаш. Я не думаю, что это так. Это было в главе Пороша Трума. Когда этот богатый поставил деньги в щели стены плача, это было, когда читали главу Трума, когда Бог говорит, дайте мне деньги для строения храма. Может быть, этот богатый говорит, Бог, я хочу, чтобы ты уже восстановил уже раз и навсегда третий храм, и вот 800 долларов мой первый взнос. Может быть, он хотел эти деньги, чтобы использовали для строения храма. Я не думаю, что такие святые люди, дураку ясно, что эти деньги через 2 секунды исчезнут. Может быть, он хотел, чтобы эти деньги посвятить строению храма, а может быть, он эти деньги дал для тех, кто бедный и нуждается, и поэтому он знает, что бедный человек эти деньги заберет. Из-за того, что мы не знаем, какие у него были намерения, поэтому мы должны опасаться, может быть, здесь, может быть, так, может быть, так. Рамбан говорит, Сегодня человек не имеет права для Бога что-то давать. Он не имеет права взять книгу и сказать, эту книгу я даю для храма. Храма нету, почему ты даешь книгу? Или животного нельзя посвящать для жертвы, потому что храм не существует. Ты не имеешь права делать хэгдэш. Хэгдэш означает, вы берете что-то и говорите, я это даю храму. Хэгдэш нельзя сегодня делать. Также хэгдэш, когда вы делаете, я это все Богу даю хэгдэш, в раймане харом, это для Бога будет. Тоже сегодня хэгдэш, человека хэгдэш ставят, да, что нельзя с ним разговаривать, нельзя с ним здороваться. Но предметы нельзя давать для Бога и сказать, для меня это хэгдэш будет для Бога. Нельзя. Из-за наших грехов нету храма для того, чтобы это исполнить. А если он уже это сказал, то что стало? Если, например, человек взял корову и сказал, эту корову я даю для храма, он должен дверь закрыть, пока она сама не умрет. Вчера мне позвонил один человек, что он, одного цыпленка ему дали, и этого цыпленка он выросил, она стала большой, она стала курицей. И что стало? Он хорошо кушает, и вдруг из-за тяжести у него ноги проблемы стали, она как бы парализованная сейчас ноги. Не может ходить, только сидит на одном месте. Он говорит, рабай, что мне делать с этой курицей? Зарезать и похоронить, потому что это навеляет, это не кошерный, потому что он не рабай резать. Или говорит, кормить, кормить, и ждать ей жить, пока она не умрет, не погибнет, потом мы ее выбросим или что. Я сказал, дайте ей жить, не надо ее зарезать. А он говорит, что она мучается. Я сказал, дайте ей спокойно жить, не надо трогать ее, кормить ее. Если человек взял животное и говорит, что это животное будет для храма, он ничего с этим животным не имеет права делать, не имеет права обрабатывать землю с этим животным. Нельзя удовольствовать от молока, а может быть он молоко может взять, может вылить, это надо проверить. Но он должен двери закрыть, пока это животное не погибнет, потому что он не имеет права, и это мясо использовать, ничего не может он сделать. И то же самое, если он взял фрукты или посуды. Он не имеет права эти фрукты использовать, он должен их оставить, пока они сами не гниют, потом он должен их выбросить. Надо проверить, если можно выбросить, потому что он святой. Может быть, надо похоронить. А если это монеты или железные вещи, надо, говорит, бросить их туда, чтобы никто их не взял. И где это? Океан. Океан, вы знаете, он очень и очень глубокий. Ты, говорит, эти деньги или посуды должен бросить в океан, для того, чтобы никто их не трогал. Что еще раз? Зачем они святы? Они святы, потому что он сказал, что это будет принадлежать Богу, и человек не имеет права это использовать. Итак, если, например, вам нравится эта посуда, вы хотите ее обратно взять, вы имеете право дать деньги, и эту посуду оставить себе, вы можете ее выкупить, но вы должны добавить сколько? 25%. Ва хамишито Йосеф Аллах. Хамиши переводится 1 пятое, это 20%. Но написано хамишито, его пятое тоже, то есть 20% и еще так же 1 пятое от этих 25%. Сколько это будет? А 4 или 25% получается? Нет, одна. Ва хамишито. Мудрецы говорят, что это 25%. Он должен ее выкупить. Уберла кейса в мишне. Эль еще и виден басамух мутарник дотанагдашо басманазелек ахиле. Сегодня человек не... Вот эта посуда стоит тысячи долларов. Вы сказали, что вы хотите Богу ее подарить. Но потом вам сказали, зря ты так сделал, храм не существует. Потом вы имеете право эту посуду обратно купить и дать деньги вместо этого. Сегодня сумма не важна. Во время храма эту посуду вы должны были взять тому, кто разбирается в посуде. Он должен был сказать, сколько она стоит. Вы еще добавляете 25%. Эта посуда стоит тысячи долларов. Вы даже 1250 долларов должны ее выкупить. И потом что? Эту посуду можете оставить себе. Но сегодня, так как нету сегодня бета-амикдаш, вы имеете право купить даже за маленькую сумму, фрута, копейка даже. Но сегодня копейка это больше, чем одна копейка. Итак, что надо делать? Этот человек взял деньги. Что он должен сделать? Может быть, этот богач дал бедным. Может быть, для строя храма. Что он должен сделать? Он имеет право эти деньги выкупить. Деньги деньгами выкупить. За маленькую сумму. Если это храм, то можно выкупить за маленькую сумму. И потом эти деньги он может дать бедным людям. А если он сам бедный, он имеет право их использовать. Теперь здесь вопрос есть, что человек поклялся, что он всегда будет одевать цицит. Всегда он поклялся с аборторой, что он всегда будет носить цицит. И вдруг он вспотел, и он хочет искупаться. А он вспомнил, что я поклялся, что я всегда буду надевать цицит. Он имеет право цицит снимать теперь или не имеет права? Нет. Поняли вопрос? Он поклялся, что он никогда не будет снимать. Он будет всегда одевать. В туалет кота. Это было в Багдаде 150 с лишним лет тому назад. Что надо делать? Мы этот вопрос пропускаем. Окей, давайте я тогда, я не буду говорить очень глубокие вещи, как, почему, зачем. Я только скажу, что что он должен сделать, татарат на дарим. Он должен сделать татарат на дарим. Он должен сделать петах меток харата. Это специальный вариант, как можно клятву аннулировать для того, чтобы не было нарушений. Дальше. Дальше. Еще один вопрос вам прочитаем, потом мы закончим. Очень много людей мне звонят насчет имен. И потом я говорю, это имя не кошерное. Они со мной спорят, нет, нет, это кошерное. Вот я вчера спросил одного человека, как вы назвали своего внука. Он говорит, мы его назвали Шай. Шай. Китайский язык. А вот Ричард говорит, юридский язык? На английском, если вы скажете, what's your name? My name is Shai. You don't look shy at all. Шай переводится на английском стеснительный. Представьте, что он будет такой шустрый, знаете, и ничего не боится. Его зовут Шай. На еврейском, знаете, как вы внука назвали? Он говорит, нет, я не знаю, что такое. Я говорю, на еврейском есть слово подарок. На еврейском матана это подарок. Шай это сюрприз. Дорон. Есть много слов на еврейском сказать подарок. Дорон, Шай, матана. Минха, минха это тоже подарок. Это тоже подарок. Да, Божий, наверное, укрешнее. Это подарок. Потому что вы дарите время, когда все сейчас приходят клиенты. Это большой подарок. А теперь Шай на английском переводится стеснительный. А на еврейском переводится подарок. На английском стеснительный. Вопрос потом мы закончим. Один человек, да. Масей Шай, Бадам Шинонад, Бобен Захар, у одного человека родился седьмого адара мальчик. И что стало? Его сделали обрезание, и его назвали Моше. Потому что Моше Рабену родился седьмого адара, и ребенок тоже родился седьмого адара, его назвали Моше. У этого ребенка, который родился, был дядя, который имел сотни домов. Он имел сотни домов. Он говорит, смотри, они меня уважили, в честь меня назвали Моше. Я, говорит, пойду на обрезание и дам им большой-большой чек. Он пришел и дал большую-большую сумму. Он говорит, я тебе даю вот этот конверт, там большой чек и много нулей там. Я, говорит, тебе это даю за то, что ты назвал ребенка моим именем, меня уважил, но уже назвал. Я тебе вот этот чек даю. Потом он говорит, ты меня извини, брат. Я, говорит, не, сандок он не взял. Я, говорит, хочу тебе сказать секрет, что я не назвал твоим именем. Я назвал в честь Моше Рабену. Но на самом деле он ему не сказал. Он говорит, спасибо и взял. А теперь у него в сердце, он не знает, это считается воровством или нет. Потому что он знает, и его жена знает, что они назвали в честь кого? В честь Моше Рабену. А этот дядя, который сотни домов имеет, он думает, что в честь его назвали. Поэтому он дал чек с многими нулярами. Он должен папа ребенка этот чек взять, или это считается воровством. Завтра мы ответим на этот вопрос. Барухадмурай лаурам. Амин, амин. Амин. Азовастин.